На выходных было много концертов. Мы уже рассказывали, что наши зрители активно поддерживают украинских артистов. Но стали сюда без боязни ездить и россияне. Километровые очереди наблюдались перед выступлениями Бориса Грибинщикова. А вот Ярих Малой, лидер групп Токио и Мачете, как известно, родом из Украины. И вот на его выступлении тоже был аншлаг. Там побывала съемочная группа нашей программы. Нихао, друзья! Сегодня свое 11-летие празднуют Токио. Надеюсь, вы поняли, что я о музыкальной группе. Ребята будут вас радовать своими старыми хитами. Ну и, конечно же, без сюрпризов не обойдется. А сюрпризов, как обещают сами музыканты, будет немало. Ведь в Киев брутальные романтики привезли сразу три проекта. Токио, Мачете и совсем новую европейскую коллаборацию под названием Хауакук. Это интернациональный концерт. Мы пригласили сюда музыкантов. Звук нам делает украинский звукорежиссер Виталик Телезин. Мы пригласили сюда нашего друга Влади Майнда из Андрюссельского королевского симфонического оркестра. Он будет играть сегодня на скрипке. И у нас сегодня будут дети из еврейского хора. Опять-таки, киевской синагоги Бродского. Помимо того, что из самого королевского оркестра есть музыканты, они еще и на уникальных инструментах играют. Влади, Влади. Ну, мы его называем Володя. Он привез инструмент к скрипку Гварнелли Дель Жизу. Это уникальный инструмент, которых там всего несколько в мире осталось. Они не продаются. Мы хотим сделать, наверное, 10 треков с 10 уникальными скрипками. И сделать из этого вообще огромный большой проект. Так, подождите парни с новыми проектами. Дайте слушателям с уже существующими разобраться. Четкое различие между проектом «Токио» и «Мачете»? Ну, только музыкальная составляющая. По имму об одном и том же. Это любовь, но может быть немного в разных ее проявлениях, в разных гранях. Но, по сути, «Токио» — это все-таки более лирическая история, а «Мачете» — это все-таки есть стекло какой-то на социальную историю. Новый проект «Хабаку». Что это за проект тоже? Ну, я просто, наверное, каждый год у вас будет новый проект. Да-да-да. В Бельгии записали первый трек и поняли, что это получается абсолютно отдельная история. Это не «Токио», не «Мачете», это нечто другое. Вот. Это такой стадионный электронный рок. Ну, теперь по каждому из них поподробнее. С «Токио» все понятно. «Мачете» тоже знаем благодаря клипу «Нежность» с Равшаной Курковой. Как получилось так круто сыграть «Любовь»? Да, нам просто было приятно находиться в кадре. Мы ничего не играли, мы просто как бы кайфовали и все. Просто получили удовольствие от этого. Вам все приписывали роман, там отношения? Нет, не было никакого романа, никаких отношений, никаких свадеб, никаких детей. У меня недавно была свадьба, кстати, вот, спасибо большое. Поэтому там просто хорошие товарищеские, дружеские отношения. Пришло время разобраться с Хавакуком. Как пришла идея спеть с хором? Мы записали этот трек, как раз мы были в Бельгии, мы записывали Хавакук. И я просто наиграл трек, который ночью мне приснился. Я его записал, там что-то намричал в телефон. А ребята, наши музыканты, просто Хавакук это интернационально совсем. Там уже и французы, и голландцы, и японцы, и американцы принимают участие в этом проекте, эти музыканты. И они не понимают ни одного слова, сказали, что это такое, давай сделаем это. Мы сделали, записали, тут же отложили, записали. Я еще дописывал слова, когда мы уже садились на запись этого трека. Мы записали практически, ну, не то что практически, а реально вживую. Мы сели, записали на 3-4, не репетируя ничего. Спрошу лучше у фанатов, может быть, они знают что-то. О чем поет Ярослав в новом проекте Хавакук? Я считаю, что он всегда поет о любви, он всегда поет о свободе. Любовь вообще является основным мотивом всех песен в проектах Ярослава Малого. Последний альбом под названием «Мэджик» тоже не исключение. Главный трек, это был «Все-таки я тебя люблю». Это первый сингл, с которым его выпустили. И, ну, как-то нам понравилось. Потом появились «Сломанные цветы», потому что она мне лично была очень близка. Эта песня, она еще об одной грани отношений. Когда любовь, она ведь не всегда дарит положительные эмоции. Иногда есть еще и над чем задуматься, и над собой в том числе. Помимо новых музыкальных проектов, Ярослав Малый также планирует выпустить собственную линию одежды. Это хорошая стильная одежда, не кричащая для людей, у которых помимо желания быть модными, есть еще желание быть стильными, и что-то есть в голове при этом. Чтобы это было недорого, но в то же время как бы классно. Сейчас в наработках есть какие-то эскизы? Да, есть уже много. Практически на первую линию уже все готово, но просто мы не успели запустить. Я, кстати, возьму на вооружение эту деревянную бабочку. Это круто. Но, к сожалению, как утверждает музыкант, пока слушатели будут греть только песни. Не хватает. Ты видишь, все время появляются новые музыкальные истории. Не хватает времени на новые коллекции. Очень хочется, но реально просто нет возможности. Понимаю, ведь новый проект еще миру показать нужно. У нас сейчас будет большой европейский турк, Хавакуковского округа. Мы, наверное, первый наш концерт, мы презентуем эту историю в Австрии в конце марта. И дальше поедем уже по фестивалям, по европейско-американским. Потом вернемся в Россию, в Украину. Как для настоящих музыкантов, для группы Токио не существует границ между слушателями. Поэтому они могут выступать везде. Грузы российского музыканта я точно, сто процентов, не чувствую. Для меня этих границ не существует. У них есть своя политика, у нас есть своя политика. У нас политика, музыка и любовь. Несмотря на это, музыканты все же написали несколько треков о событиях в Украине. Первая песня называется «Война едина», а вторая песня называется «Вытащив солнце из ножен, будь осторожен». Что ж, будем ждать новых проектов группы. Ведь 11 лет – совсем юный возраст для рок-группы.